Вы знаете, что нужно делать, чтобы жить дольше, жить лучше и достичь в жизни большего? Ну, кажется вам смешной вопрос. Это прописные истины, все к этому стремятся. Все стремятся. Если бы это было так просто, я бы вам этот вопрос не задал. Вопрос, с какой ценой стремятся достичь большего? И вот здесь возникает конфликт. Потому что для того, чтобы жить лучше, нужно работать интенсивнее. Чтобы достичь большего, нужно работать интенсивно на протяжении определенного промежутка времени. И вот здесь, когда человек не понимает, что работа любой ценой совершаться не должна, возникает проблема. Жить дольше не получается. Знаете, это красноречиво подтверждает банальная статистика. Знаете, частота сердечно-сосудистых заболеваний возрастает. Смертность от болезни сердца и сосудов возрастает. И удерживает уверенно первую позицию. Причем с таким громадным отрывом. Который показывает, насколько вы интенсивно работаете, забывая все меры предосторожности, что все-таки хочется жить дольше. Может быть чуть хуже, но дольше. А не классно и коротко. Знаете, статистика, это же прямая вещь. Знаете, на Украине с 1 января по 1 октября 2013 года умерло 490 515 человек. Это статистика. Из них от болезни сердца и сосудов умерло 325 524 человека. Или более 66%. Вторая позиция в большинстве развитых стран. Это онкологические заболевания. Ну, при такой исходной смертности, знаете, сколько умерло от онкологических заболеваний? 69 тысяч. И 36 человек. А это чуть более 14%. Знаете, какой отрыв? Причем смертность от онкозаболеваний постепенно снижается. А знаете почему? Потому что те пенсионеры советских времен, которым сегодня там по 80-90 лет, они уходят именно чаще всего от онкозаболеваний. А молодежь не доживает. Молодежь забыла о том, что частота инфарктов в диапазоне 20-50 лет возрастает 100 раз. И работая как в 20, в свои 40 или 50, к сожалению, большинство не успевает ахнуть. Глазом, как говорится, моргнуть. Как острая сердечная недостаточность выносит свой приговор. Который, увы, обжалованию в таком возрасте не подлежит. Вы знаете, цифры просто ужасающие. Поэтому, если вы хотите жить лучше, сделать больше и при этом жить дольше, вы должны понимать, что есть такое понятие, как здоровый образ жизни. В нем есть интересные вещи, о которых вы, увы, к сожалению, не догадываетесь. Если вам нужна больше информация, более подробная на эту тему, вы видите контакты, вы можете обратиться. Я провожу периодические курсы, читаю лекции. Вы можете купить книжки, которые я уже опубликовал. Одна из них называется «Синдром Олдом Менеджера». Это как раз о тех безрассудных людях, которые, работая любой ценой, на фоне полного здоровья приводят свой организм в недееспособное состояние. Знаете, почему умирают в основном от сердечно-суистых заболеваний и не доживают до онкологического возраста? А просто, чтобы умереть от острой сердечной достаточности, не обязательно нужно иметь больное сердце, плохие сосуды. Нет. Для этого достаточно просто один раз в жизни слишком интенсивно поработать. Поработать, несмотря на что. И все. Как раз люди, которые имеют какие-то проблемы с сердцем и сосудами, они берегут свой организм. Они понимают, есть проблема. Надо себя беречь. Надо себя щадить. Надо работать с оглядкой. А у тех, кто не имеют, они работают без оглядки. И, увы, эта работа внезапно и очень быстро заканчивается. На фоне полного здоровья. А потом ахают соседи. Елки-палки. Никогда не болел. Ничего не тревожило. И тут на тебе внезапно, вот он не королок. А он не внезапно. Просто человек не понимает, что ему нужно было делать для того, чтобы сердечно-сосудистую систему не вывести из-под контроля. Поэтому, если вы хотите реально жить дольше, лучше и достичь большего, вы видите мои контакты. Вы можете обратиться. Я объясню вам, как правильно работать при современных экологических условиях. При современном интенсиве в образе жизни. При современных стрессах. А стрессов сегодня полно. Электромагнитный стресс. Мобильные телефоны. Везде. Вай-фай. Везде. Эмоциональный стресс. Да, пожалуйста, сколько угодно. Все газеты только и пестрят. Там убили, там взорвали, там загорелось. Там упало. И столько-то жертвы. Это стресс. Это не просто так. Это стресс, который бьет на подсознательном уровне. Даже если вы на него вроде как не обращаете внимания. Еще один стресс. Современные продукты питания. Которые нужно уметь делать менее опасными для вашего здоровья. Потому что полезными сделать очень сложно. Можно. Но это еще сложнее. Я это вас тоже могу научить. Я научу вас как правильно дышать. Как правильно готовить воду. Чтобы ее безопасно пить. Потому что обычно рекомендуемые. Сейчас часто это рекомендуют. Два литра воды в сутки. Это не приносит здоровье. А уносит здоровье. И чем больше будете пить чистой воды. Тем меньше здоровья у вас останется. Поэтому если вы хотите все-таки жить и дольше, и лучше. И творчеством каким-то заниматься. Видите мои контакты. Обращайтесь. Продолжение следует.